Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Жильцы малосемейок в домах номер 52 и 54 по улице Молодежной на хуторе Воскресенском пожаловались на недостаточное внимание к их проблемам со стороны ЖКХ в течение нескольких лет. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы встретиться с жителями хутора и разобраться, где правда. Внешний вид домов по улице Молодежной номера 52 и 54 оставляют желать лучшего. Обшарпанные фасады говорят о том, что давно не видели хозяйской руки и ремонта. Не лучше обстоят дела и с интерьерами подъездов. На пятом этаже следы от потоков дождя и жильцы последнего этажа все как один жалуются на протекающую крышу. Как дождик идет, так и вода у нас. До самого первого этажа вода бежит. Крышу надо бы сделать. Летом приезжала бригада, ремонтировали тот подъезд. Я обратилась к нему, говорю, а нашу крышу когда вы будете ремонтировать? А вы не обращались. Говорю, как не обращалась? Было мое заявление, оно зарегистрировано там. И по сей день вот такое безобразие. Если дождь или что, у нас вот тут лужа, все, мы плывем. А женщина, соседка, например, Бондарь, она вообще выносила диван из квартиры сюда, потому что у нее на диван все это лилось. На пятом этаже протекает крыша, это основная беда. Но вот что касается наведения порядка в подъезде, лестничные марши и коридоры на последнем этаже самые чистые. В отличие от первого, второго и третьего. Причем грязь и расписанные стены говорят о низкой культуре самих жильцов и отсутствии желания наводить чистоту и порядок. Я на втором этаже, так что глаза закрыл, нос заткнул и прошел. Грязище, во-первых, ни уборки нету в коридорах. Ну мне как-то стыдно это подметать, потому что я тут самая старая. Раньше у нас была уборщица, ну как, тетя Люба, мы платили, ей она убирала. Теперь мыть не за деньги, ничего, но теперь сами. Там по мере загрязнения смотрим, если что, до четвертого этажа мы домылаем. У нас самый чистый этаж во всем доме, это причем всегда, потому что мы как-то, не знаю, остальные не хотят платить. Просто вот тут, я не знаю, людям может нравиться в грязи жить. Грязь не только в подъездах, но и под окнами и балконами между двумя домами номер 52 и 54 на улице Молодежной. Нерадивые жильцы выбрасывают мусор, видимо не выходя из дома, что называется прямо себе под нос. Дворника из жильцов также давно никто не видел. Почтовые ящики установлены на улице и до многих жителей этих двух малосемеек не доходит квитанции о квартплате. Мне не носят квитанции. На промышленную ездить и там в справочной брать квитанцию, а потом платить в другую кассу. То есть ездить каждый месяц. Очень много разбитых почтовых ящиков и те люди, которые сегодня разносят данные платежки, да, бывает, не ложат в эти почтовые ящики, ложат где-то рядом. Поэтому ситуация такова. Если бы сегодня жильцы обратились, не то что обратились, а решили, чтобы установить почтовые ящики, мы бы за счет ремонта содержания установили сегодня эти почтовые ящики. Но так как на сегодняшний день в этом доме есть домовый комитет, но нет желания у людей заниматься домом, поэтому так и происходит. Дворники, которые там поработают, отказываются от данной работы. Почему? Потому что полнейшее неуважение. Кидают дворника бутылками, бетчиками от сигарет. За те деньги, которые мы сегодня получаем, мы не сможем никогда отремонтировать данную кровлю. Мы предлагали жильцам в августе месяце, собирали собрание, просто-напросто принять решение о ремонте кровли и начать его делать. Ремонт получили от жильцов отказ. Дом сам не хочет заниматься сам собой. Все усилия управляющей компании к наведению порядка приводятся к нулю. В Совете муниципального образования город-курорт Анапа состоялась очередная сессия и заседание фракции депутатов-единороссов. О том, какие вопросы были на обсуждении, расскажет Лариса Басова. На заседании фракции-единороссы рассмотрели вопросы о задачах членов фракции партии «Единой России» по реализации послания президента Федеральному собранию Российской Федерации. Руководитель фракции Леонид Кочетов в своем докладе остановился на ключевых положениях. Первое касается Конституции России, которой в день послания исполнилось 20 лет. В Конституции требуется закрепить государственную идеологию или так называемую общенациональную идею, которая могла бы работать на сплочение общества. Серьезное внимание требуется обратить на патриотическое воспитание. Следующая тема послания касалась местного самоуправления. Вместе с администрацией депутаты планируют провести заседание круглого стола на тему местного самоуправления, проблемы и перспективы, резолюцию которого и предложение отправить на краевую научно-практическую конференцию, чтобы повысить эффективность местного самоуправления. Перед началом сессии депутаты поздравили главу муниципального образования Сергея Сергеева с присвоением звания «Почетный гражданин Тихорецкого района». Уважаемый Сергей Павлович, от имени всех присутствующих поздравляю вас с толь высоким признанием, заслуг перед Тихорецким районом, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и стать почетным гражданином Городского района. Председатель Совета Леонид Кочетов вручил почетные грамоты и благодарности молодым депутатам Светлане Хижняк и Ставрию Асланову за активную работу в Совете и победу в конкурсе Законодательного собрания Краснодарского края на лучший совет молодых депутатов Краснодарского края. На сессии депутаты рассмотрели 10 вопросов. Утверждено положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании, который закрепляет общие принципы порядок формирования и осуществления полномочий органов территориального общественного самоуправления. Подведены итоги конкурса названия «Лучший орган ТОС». Названы три победителя. Это квартальные комитеты номер 63 Анапского сельского округа, номер 98 ГК Зорского сельского округа и номер 38 города Анапы. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа-регион. Хотите уехать – предъявите паспорт. И в кассах автовокзала тоже. Во Владимире билеты стали продавать по паспортам уже с 1 июня 2013 года. В Анапе новое правило начало действовать в феврале этого года. Кроме обычного паспорта для покупки билета можно предъявить загранпаспорт, паспорт моряка, свидетельство о рождении, удостоверение личности лица без гражданства и военный билет. Приказ Минтранса о том, что билеты на рейсовые автобусы, выезжающие за пределы региона, следует продавать по паспортам, власти Краснодарского края дополнили решением Совбеза, которое гласит, что теперь при покупке билета на автобус междугороднего маршрута внутри региона также обязательно нужно предъявить паспорт. На основании решения антитеррористической комиссии Краснодарского края на Анапском автовокзале с 30 января текущего года продажа билетов на проезд на междугородные маршруты производится только при предъявлении пассажирам подлинного документа удостоверяющего личность. Более подробную информацию вы можете получить, позвонив по телефону нашей справочной 5 68 61. С нашей стороны мы обещаем создать максимально комфортные условия для приобретения вами билетов без каких-либо заминок. От вас требуется лишь одно – не забывайте паспорт. Схема та же, как и при покупке билета на поезд или самолет. На каждый билет отдельный документ. Нельзя самому купить билеты на всю семью по одному паспорту. Билеты именные, и пассажиры проходят обязательную контрольную сверку перед отправлением. Более того, в пути может быть тоже проведена проверка билетов и документов сотрудниками полиции и ФСБ. Сначала пассажиры приняли эту затею неудобной и хлопотной. Мало у кого была привычка носить документы с собой. Но теперь, спустя неделю, страсти поутихли, и к такой заботе краевых властей пассажиры уже относятся с пониманием. Очень даже правильно. Безопасность. Я даже поощряю это. Потому что как-никак надо следить за людьми. Только в этом плане, конечно. А так? А что, паспорт показал еще. Я думаю, что это не затрудняет ничего. Ну, вы, видимо, ни разу его не забывали дома, поэтому у вас проблем не было. Ну, стараясь этого не добывать, конечно. Мы считаем, что правильно делали. Ну, а вот такая ситуация, если вдруг вы забыли паспорт, вас доставили. Значит, назад надо возвращаться и брать паспорт. Ничего страшного. Ничего страшного. Такие меры безопасности не связаны с Олимпиадой, а введены после трагедии в Волгограде. Теперь все данные пассажира заносятся в единую базу. Фамилия, имя, отчество, номер паспорта, а также время и место отправления и прибытия автобуса. Поэтому, отправляясь в поездку, не забывайте взять с собой документ, удостоверяющий личность. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Пять лет назад в Доме культуры Цыбана Балки создали новый музыкальный коллектив. Студию «Каскад» основали супруги Виктор и Эвелина Кочурины. И за пять лет постоянной работы коллектив вырос. Юбилейный концерт студии прошел в городском театре. В зрительном зале и за кулисами побывала Лариса Басова. На сцену один за другим выходили с поздравлениями, словами благодарности и подарками гостей. Супруги Кочурины, профессиональные музыканты, аранжировщик Виктор Федорович и преподаватель вокала Эвелина Борисовна награждены почетными грамотами администрации Приморского сельского округа и благодарностями мэра Анапы Сергея Сергеева и Совета депутатов города-курорта. Сегодня успех коллектива невозможно переоценить. Наверное, самое главное, что студия «Каскад» воспитывает подрастающее поколение. В шести вокальных коллективах студии «Каскад» сегодня занимаются около ста человек. Самые маленькие, изюминки, делают первые шаги на сцене и в музыке. Звездный дождик, лучики, надежды, фаэтон – это уже уверенные участники конкурсов и концертов. Увидев выступление детей студии на последнем конкурсе «Пару с детства моего», композитор Алексей Некрасов подарил им свою «Олимпийскую песню». Вот эта песня, она получила путевку в жизнь. Поэтому я вам хочу сказать в добрый путь, дорогие ребята. Большое спасибо, Виктор Федорович, большое спасибо, Евелина Борисовна. Пусть эти цветы, как память от этой песни, сопровождают вас. И я надеюсь, что вы достигнете новых высот, и тем более на Олимпиаде. Эту песню судийцы споют всему миру на Паралимпийских играх в Сочи. Глядя, как развиваются и поют их дети, родители и сами запели. Да так успешно, что вскоре сплотили коллектив для взрослых под названием «Тет-а-тет» и получили грамоты от Государственной Думы Российской Федерации за вклад в развитие культуры. За пять лет 15 выпускников студии выбрали музыку и пение своей профессии и стали студентами вузов культуры и консерватории. Пять лет – это мини-юбилей, когда можно оглянуться и подвести первые итоги. Мы очень счастливы, что за это довольно короткое время было достигнуто столько, много. Мы и поездили на многие конкурсы, и, конечно же, были признаны в нашем родном городе-курорте Анапа. Да не покинет вас успех. Желали студийцам в этот вечер коллеги, гости и все зрители. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. В пятницу 7 февраля на Театральной площади в Анапе пройдет грандиозный праздник в честь Дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Начало праздника в 18 часов. Гостей встретят на организованных интерактивных площадках, а в 20 часов 14 минут на большом экране – начало прямой трансляции открытия главного спортивного события этого года – Олимпийских игр в Сочи. 7 февраля. Театральная площадь. В 18 часов. Анапа встречает Олимпиаду Сочи-2014. Для вас. Интерактивные площадки, посвященные олимпийским видам спорта. Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Анапы. Массовый флешмоб и прямая трансляция открытия Олимпиады в Сочи. Анапа! Встретим Олимпиаду вместе! 7 февраля. Театральная площадь. В 18.00. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 7 февраля в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 3, плюс 5. Ночью до 2 градусов тепла. Ветер переменный преимущественно юго-западного направления. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин